Во все времена человек стремился к счастью. Каждый вкладывает в это понятие что-то свое, но однозначно одно – без крепкой счастливой семьи невозможно быть по-настоящему счастливым человеком. Подтверждение этому слова Льва Николаевича Толстого «Мы счастливы тогда, когда счастливы у себя дома». Но зачастую все больше молодых, да и не очень молодых мужчин не спешат обременять себя узами брака. И даже если надевают на палец обручальное кольцо, зачастую по статистике браки распадаются примерно через год после рождения ребенка. Почему так происходит? Что это? Слабость сильного пола, стремление быть свободными или просто распущенность? А может мы просто забыли о семейных ценностях, о тех правилах, которые помогают сохранить семью крепкой и надежной? В любом случае, выбор второй половинки – это очень важный и ответственный вопрос. В нашей прошлой передаче мы снимали печати недосказанности с такого вопроса, как выбор жениха. И сегодня в центре нашего внимания – молодой муж, и мы будем выбирать невесту. Мы поговорим о том, как правильно выбрать невесту, как правильно построить с ней отношения, и не только с ней, но и с ее родителями. Снять печати недосказанности со всех этих вопросов нам помогут наши эксперты. Семейный психолог Светлана Александровна Шевлякова. И корреспондент журнала «Свадьба» Елена Михайловна Ольховик, которая, безусловно, знает очень много историй счастливых браков. Первый вопрос у меня к нашему психологу. Светлана Александровна, а где вообще искать невесту, если раньше были специально для этого балы какие-то, вечера? Сейчас как обстоит дело с этим? Ну, невесту найти можно везде. И в местах учебы, и работы, и отдыха, и даже на улице, и в транспорте. Но сейчас все чаще молодые люди ищут себе подругу жизни в социальных сетях, в интернете. С одной стороны, это очень удобно, потому что, не выходя из дома, можно и познакомиться, и подружиться, и любиться, и расстаться. И это не выходя и не вставая из своего кресла. Это очень удобно. И тем более не очень болезненно, потому что ты же не видел человека, эмоционально в него не вошел, и тебе легче ему написать, что все кончено. Но это не столь безобидно, как кажется на первый раз, потому что, находясь в виртуальной реальности, человек теряет навыки общения вообще в реальной жизни. И, конечно, теряет свое эмоциональное и физическое здоровье. А бывают такие случаи, когда ему требуется помощь психолога? Безусловно, мы все уже с вами знаем, что есть такое очень неприятное явление, как интернет-зависимость. И интернет-зависимые люди, они вообще даже не представляют, что кто-то по-другому, они не представляют, как можно знакомиться, и как можно общаться с человеком. Они говорят о том, что невеста плохо программируется, или плохо просчитывается. То есть относятся к партнеру по отношениям просто как к неодушевленному лицу. Как быть таким людям? Что им посоветовать? Ну, обязательно нужно обратиться к специалисту, к психологу или к психотерапевту. И, во-первых, освободиться интернет-зависимости. А, во-вторых, психолог или психотерапевт научит такой эффективной коммуникации, я бы сказала, научит общаться в реальном мире, научит знакомиться с девушками, по крайней мере. А при знакомстве с девушкой? Несколько слов в защиту интернета можно? Да, конечно. Ну, конечно, для людей моего поколения это совершенно немыслимо, знакомство там по интернету. Но всё-таки мне хочется сказать. У нас была одна молодая пара, она рассказывала на страницах нашего журнала историю своей любви. Они познакомились по интернету. Между прочим, назвали её потом «Глубиной почты XXI века». И на эту тему сделали всю свою свадьбу. Они её праздновали на почтанте. То есть это их вдохновило? Да, это их вдохновило. Ну, это такой хороший пример. Понимаете, я, конечно, не берусь в спорте с наукой, но что я хочу сказать? Да, они знакомились, переписывались какое-то время по интернету. Я не знаю, как конкретно это происходит. Но в конце концов-то они же встретились, они же в глаза друг друга посмотрели, они же друг друга оценили. Это была замечательная, очень симпатичная пара. Наверное, встреча личная, это уже, наверное, совсем другая плоская сообщения. А как, по вашему мнению, на что нужно обращать внимание, вот уже при личном общении, в первую очередь, при знакомстве с человеком? Это характер или просто внешность должна обязательно быть привлекательной? Может быть, просто хозяйственность, в конце концов? Нет, внешность привлекательную никто никогда не отменял. Вот здесь сидят молодые люди, конечно, они будут обращать внимание на красивых девушек. Но что я хочу сказать, у нас в Тверине красивых-то нет, поэтому на этом пункте, мне кажется, даже нечего останавливаться. Ну, я могу ещё подержать. Я хочу ещё сказать, что природа так установлена, что, так как мы сегодня говорим, что мы выбираем невесту, я бы хотела обратиться к молодым людям и сказать, что в любом случае не надо стесняться, что вы, в первую очередь, будете обращать на красоту девушки, на её строение, на её формы. Так заложено природой. Но в любом, я всегда говорю к тем, кто приходит ко мне на консультацию, как к семейному психологу, я хочу сказать, что за красивой фигурой и за красивым лицом всегда нужно увидеть красивую душу. И в первую очередь нужно, конечно, посмотреть на красивую девушку, но посмотреть, насколько она красива внутри, духовно. Какие у неё есть качества? Конечно, нужно смотреть на черты характера. Если девушка конфликтна, если девушка ревнива, то нужно себе задать вопрос, зачем мне это нужно, да, обязательно. Во что дальше это может вылиться? Да, во что дальше это может вылиться? Поскольку, ну, как специалист хочу сказать, что если ревнивые и конфликтные люди, они люди с комплексами, с проблемами, и эти проблемы очень трудно в семейной жизни переносить. Они могут быть потом отразятся и на вас, как на супруге, и на ваших детях. Поэтому нужно обращать внимание всё-таки на черты характера. Они должны быть добродушными. То есть девушка должна быть наделена такими женскими, женственными чертами характера. Это способностью к компромиссу, да, способностью к доброте, к пониманию, к уступке тоже должна быть склонна, ну, и к уважению, к огромному уважению к личности молодого человека. Наряду с духовными ценностями у нас, конечно, и материальные существуют. Стоит ли оценивать перед тем, как выбрать спутницу жизни, её материальное положение? Ну, я хочу сказать, что это зависит от того, какие ценности у молодого человека. Если у молодого человека материальные ценности, и он стремится к этому, то, безусловно, он будет выбирать девушку с большим багажем материальным, я скажу это так, и будет стремиться искать такую девушку. Ну, я даже могу подчеркнуть... Себе подстать, да? Себе подстать, конечно. И в этом ничего не будет дурного. Он будет чувствовать прекрасно себя в таком браке, потому что цель его брака – это материальное благополучие. Хочу сказать, что раньше вообще расхожее мнение есть такое, что браки по расчёту, они более прочные, чем браки по любви. Я объясню, почему. Потому что там в расчёте, конечно, присутствуют рациональности больше, чем эмоции. А любовь всё-таки это чувство и связано с эмоциями. Но уверяю вас, что из своей практики хочу вам сказать, что браки по расчёту не столько счастливы, как браки по любви, поскольку брак, гармоничный брак, он включает три уровня – это социальный, бытовой. Потом включает эмоциональный уровень, так, где супруги общаются как друзья, и сексуальный уровень. Да, вы это понимаете, о чём я говорю. И в браках по расчёту вот этот эмоциональный и сексуальный уровень, он очень ограничен. Поэтому гармоничный брак всё-таки не получается. Хочу сказать, что молодые люди, девушки, вступившие в брак по расчёту и насытившись материальными ценностями, испытывают огромный дефицит эмоций, любви, нежности. И, конечно, приходят к психологу. Немного поговорили уже о чертах, которыми должна обладать избранница идеальная. Но сегодня такая ситуация складывается, что многие люди, вплоть до 40 лет или даже больше, очень разборчиво выбирают себе подругу. Может быть, не девушки в этом виноваты, что они не соответствуют каким-то канонам? Как думаете? Ну, я думаю, что, наверное, в каждом случае это своя история. Потому что сейчас у нас, конечно, мы больше всего принимаем европейские ценности. И в Европе принято достаточно поздно вступать в брак и поздно иметь детей. Люди прежде всего должны личностно окрепнуть и окрепнуть материально. И только потом они создают семью, потому что они материально ответственны и отделены от своих родителей. В России другие немножко ценности. Родители очень длительное время помогают своим детям. И поэтому дети могут себе позволить ступить брак достаточно рано, потому что они материально будут поддержаны. Еще одно веяние нашего времени – браки неравные по возрасту. Причем зачастую даже женщина бывает старше своего мужа, и иногда у нее даже есть дети. Елена Михайловна, может быть, скажете, стоит ли вообще обращать внимание мужчине в поисках спутницы жизни на женщину, уже состоявшуюся, да еще и с детьми? Вы знаете, этот вопрос очень сложный. Мне кажется, единого здесь рецепта, наверное, вы со мной согласитесь, дать нельзя. Нужно в каждой конкретной ситуации подходить индивидуально. Да, есть на моей памяти такие случаи, когда женились на женщинах с ребенком, и прекрасно жили, и ребенок считает его папой, и ребенок счастлив, и, соответственно, все они счастливы. А возрастная разница? Все известны и другие случаи. Возрастная разница в 5 лет, я не знаю, как скажет наука, я считаю, это не существенная разница, правда? Я подтверждаю, потому что возрастная разница в 5-6 лет считается нормой, и в одну, и в другую сторону. Когда уже возраст более, более чем, то тогда тем больше, ну, психологи говорят, есть проблемы. Потому что когда мы выбираем человека старше себя, мы перекладим на него ответственность якобы за свою жизнь. Да, мы надеемся, что он будет нам поддержкой и опорой, и будет более мудр, и будет нам решать наши проблемы. Конечно, те люди, которые вступают в брак, мужчины, которые женятся на женщинах более старше себя, они не хотят с этим согласиться, что все-таки это связано с инфантилизмом. Конечно, никто не хочет на 30 лет. А если на 30 лет, ну, я хочу сказать, что вот никого не хочу обидеть, давайте мы будем говорить так, что в психологии есть понятие норма и ненорма. Вот норма – это 5-6 лет, а ненорма – это уже за этими пределами. И чем больше этот предел, тем больше это ненорма. Безусловно, история изобилует этими такими классическими примерами любви. Но все равно уже все мы понимаем, что разница в возрасте, она и соответствует разнице в восприятии мира, в ценностях, в интересах. И, конечно, придется очень многое, да, постараться поработать над собой, чтобы… Чтобы это правило возраста, наверное, стало исключением, чтобы сгладить это. Может быть, это будет как раз исключением из этого правила, что я сейчас расскажу. По-моему, года два назад я была в одном из загств нашей области, там праздновали золотую свадьбу. Очень интересная пара. Она была его ученица с 5-го класса, он ее педагог. Вот он ее выучил, воспитал для себя, потом на ней женился. Значит, я была на золотой свадьбе. Прекрасная пара. Ну, невеста вообще цветет, как роза, как вы понимаете. У них разница, по-моему, лет 10. Трое детей, пятеро внуков. Все счастливы, все довольны. Спросила дочку, как вот родительский пример вам. Она говорит, я искала себе мужа, чтобы он был похож на моего отца. Я говорю о среднестатистических вот таких вот парах, да, что это есть. Но есть исключение из правил. И, конечно, люди бывают счастливы. Если они хотят быть счастливы, они будут всегда, независимо, какая разница в возрасте, какой у них социальный статус. Если они стремятся к этому, то они будут счастливы. Независимо, что двигало, какой мотив был этого человека. Хотел бы ли он видеть в своей супруге мать или, допустим, дочь в своей супруге, да, если берет очень гораздо младше себя. Это же не важно, потому что важно, если люди счастливы, значит, для них это хорошо. Вопрос многогранный и очень сложный. И, конечно, на выбор спутницы жизни влияет множество факторов. Это и материальное положение, как мы уже сказали, и возраст, и какие-то недостатки, которые явные или скрытые, которые могут проявиться потом. Еще в 17 веке французская писательница Мадленда Скидери напутствовала, все вступающие в брак должны глядеть до этого в оба, а после вступления в брак закрывать глаза. Насколько это возможно и как вообще это может пригодиться в жизни, мы сейчас узнаем у наших героев. Сегодня у нас в гостях семья Дмитрия и Марии Тумановых. Встречайте! Ну что же, сегодня в центре внимания у нас все-таки молодой супруг, поэтому первый вопрос у меня к вам, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, какой должна быть девушка, чтобы понравиться мужчине? Что в ней должно быть? Ну, она должна быть, во-первых, любимая. А чем она может покорить? Как она может стать любимой? Что в ней должно быть такое особенное? Ну, я считаю, что, во-первых, чисто на психологическом уровне она должна быть идеалом, ну, мамой твоего ребенка. То есть, как бы, мужчина подсознательно выбирает себе женщину, как мать своих детей. Я хочу, чтобы вы немного рассказали о истории создания своей семьи. Как, где вы познакомились? Сразу ли вы поняли, что Мария – это ваша судьба? Ну, познакомились мы на учебе, когда учились в техникуме. Я ее уже знал давно, мы учились с первого курса, а стали встречаться уже на последнем. Была весна, хорошая погода солнечная, лед тронулся на Волге, и мы влюбились друг в друга, и все. То есть, такая маленькая случайность, да? Да. Как-то было все так подсознательно, наверное. То есть, нет каких-то решающих факторов, которых вы рассуждали и думали, кого бы вы... Ну, потом, уже позже, анализ какой-то уже проходил, видимо, в голове. А изначально это было все интуитивно. Ну, во все глаза ты на нее смотрел? Конечно. Я только на нее смотрел больше не могу. Как он долго готовился. Когда все это произошло, и мы начали встречаться, потом, через некоторое время, Дима мне признался, что учеба заканчивается, и он просто боялся, что мы можем изойтись, наши пути разойдутся, и больше никуда не увидимся. То есть, какой-то решительный шаг в этой ситуации. Наверное, да. И подсознательно так произошло. Бытует такое мнение, что молодой человек, чтобы узнать, какой будет его жена в будущем, должен посмотреть на ее маму. Как думаете, это правда? Ну, в какой-то мере, да. Но все-таки все равно люди все разные. Даже мама бывает не похожа на свою дочь. А так, в принципе, доля логики в этом, конечно, существует. Герои фильма «Москва слезам не верят» говорит, что жена ни в коем случае не должна получать денег больше, чем муж. Что это залог такой гармонии. Вот как думаете, это так? Ну, в нашей конкретной ситуации, просто мы, когда начинали встречаться, мы были студентами, и материальный вопрос у нас вообще никак не стоял. А как же он у вас не стоял? А как вы его решали-то вообще? Интересно узнать. Я там работал, подрабатывал. Маша тоже подрабатывала. Все-таки работала, подрабатывала. Мы были свободны в этом плане. А уже когда становится вопрос о детях, то, конечно, мать должна быть с ребенком. Она должна ему давать любовь, кормить. И одновременно с этим, если она работает на какой-то удаленной работе, сдаёт его в ясли, то это не совсем, я считаю, хорошо. Ребенок должен получать очень-очень много любви. Ну вот вашими бы устами да мед пить. А то мы сегодня рассуждаем очень много про какое-то преданное, про то, как должна жена работать. Ну, согласитесь, этот вопрос все-таки важный. Важный, да, важный. Только знаете, что я хочу привести в пример? Вот, ну, как бы в ответ на этот вопрос. Слова моей знакомой, которая так сказала своему 17-летнему сыну, когда он пришёл к ней, говорит, я жениться хочу. Она говорит, жениться может мужчина. Что это значит? Это значит, что он должен содержать свою семью. Спокон веков так ведётся, что мужчина в поте лица должен зарабатывать хлеб свой. Зачем мы перекладываем это на женские плечи-то у женщины? Совершенно другие функции, мне кажется, в семье. Она работает? Хорошо. А не работает, это её хозяйское дело. Ну что же, вопрос неоднозначный, который мы затронули, материальные ценности. Я думаю, стоит спросить мнение нашей аудитории. Молодые люди, что вы думаете по поводу важности материального положения, вступающих в брак? Ну, вот я хотел бы сказать, вот, вы говорите, что мы, мужчины, перекладываем на женский пол ответственность. Но в последнее время сам же женский пол рвётся к власть. Почему? Ну, это неоднозначный вопрос. Ну, давайте добьёмся ответа на этот вопрос. Это очень интересный вопрос. Мне кажется, это как спрос и предложение. Да, мы расставим все точки над «и» сразу. Понимаете? Почему они рвутся к власти? Я знаю на примере своих знакомых, своих многих, многочисленных знакомых, которые сами же пробиваются выше и выше к власти, чтобы сами себя обеспечить. А, женщины вы имеете в виду? Потому что они не чувствуют поддержки. Потому что у них нет… Потому что у них нет… Вот вы и ответили. Да. Спасибо. Да, ещё я вижу, есть мнение. Здравствуйте, меня зовут Никита. И хотелось бы сказать, что большинство вопросов, наряду с этим, которые сегодня мы рассматриваем, это вопросы сравнения несколько архаичных представлений о браке и современных. Если смотреть с точки зрения воспитания людей, молодых людей, парней, современное, то когда женщина будет зарабатывать больше, когда у них образуется семья, когда уже всё станет у них в жизни более-менее понятно, если женщина будет зарабатывать денег больше, для мужчины это будет являться исключительно стимулом для продвижения собственной карьеры, для собственного саморазвития, для чего-то подобного. То есть если она не будет зарабатывать больше, у него не будет стимула обеспечить свою семью? Если она будет зарабатывать больше, значит, в своё время она будет посвящать каким-то внутренним вопросам семьи, детям, хозяйству домашнему, и ещё больше стимула будет. Может быть, и отдать тогда материальные вопросы на усмотрение мужа, а все внутренние, дом, уют, семья, домашний очаг к жене? Это исключительно индивидуальный вопрос. Каждый человек будет решать для себя сам. Я думаю, можно согласиться с такой взвешенной позицией. Спасибо. Вы знаете, я вот хочу ещё поддержать Никиту, потому что есть обязательное мужское поведение и женское поведение. Что свойственно мужчине, для чего создан мужчина, как бы его мужское поведение? То есть мужчина находит единственную для себя женщину, строит дом, но строит не просто дом, а строит стены дома, садится на коня, берёт меч и идёт совершать подвиги во имя своей семьи. То есть эта женщина обустраивает его дом внутри, рожает ему ребёнка и аккумулирует в себе положительную энергию, имеется в виду любовь, чтобы после того, как мужчина вернулся с подвига, встретить его из подвига, наполнить это его любовью, чтобы он снова имел силы, вот это всё делать. Я вижу, у нашей героини есть что сказать по этому вопросу. Я хотела на личном примере, и я вспоминаю своё время, когда мы вместе учились в техникум, как раз потом я пошла получать высшее образование, аспирантуру, то есть было планов громадьё, по поводу своей карьеры и всего на свете. И в какой-то момент, ну, когда появился первый ребёнок у нас в семье, ещё, наверное, с момента беременности, произошла переоценка ценностей. Я потихонечку стала понимать, что, наверное, это не главное. Это не сразу произошло, это стало постепенно как-то читать другую литературу совершенно, не какую-то научную там или бизнес-литературу, а вот именно это. И надо сказать, что взаимоотношения между нами тоже стали налаживаться. Был кризис у нас, мы даже расставались, помню, на три дня. Недолго выдержали. Ну, это было ужасно. И потом, когда уже стала знакомиться ближе как раз с женственным миром, можно так выразиться, я поняла, что это и есть счастье для женщины, когда ребёнок к тебе улыбается, когда ты видишь его первые шаги, ты видишь, как он растёт. Ну, а как именно вот конкретно обстоят дела у вас в семье? Кто чем занимается? Какое распределение труда? Ну, у нас как-то всё демократичное, я сказал бы. Вот, например, Дима у меня очень хорошо готовит. И он меня очень часто... Вы не отнимаете у него эти лавры, да? Он очень часто освобождает меня от этой, ну, как сказать, не то, что обязан, но вот творит он в этом деле, и ему позволяет время часто, и он нас вот радует. Мы сейчас много говорили о том, какова роль женщины, какова её функция в семье и в обществе. Хотелось бы спросить у аудитории, что вы думаете на этот счёт? Женщина должна в первую очередь состояться как человек в обществе, или всё же как мать и хранительница домашнего очага? Голосуем за женщину как общественного деятеля. Спасибо. И женщина-мать. Подавляющее большинство. Да, подавляющее большинство, конечно, да, всё-таки за сохранение этих ценностей. Светлана Александровна, что скажете по поводу этой ситуации? Действительно, как сохранить здесь какую-то гармонию, грань вот эту? Между общественной и женственностью. Я хочу сказать, что, конечно, женщина должна для себя решить, что для неё важнее. Если она вступает в брак, я хочу сказать, что самое главное женщина для себя должна решить. Потому что если брак, это нужно очень много давать. Очень много нужно давать детям. Потому что дети, они не терпят пустоты. Она заполняется чем-то ненужным, плохим. И если женщина уходит в бизнес, имеет семью, имеет детей, то это очень сильно сказывается потом. Отсутствие её в доме очень сильно сказывается, особенно на детях. Есть ещё один довольно серьёзный вопрос, который связан, опять же, с реалиями нашими современными. Это гражданские браки. Ну, хочу сказать, что это вообще не считается браком. Потому что у нас есть два вида брака. Гражданским браком называется это акт, зарегистрированный в ЗАГСе. Ну, так называемый в народе гражданский брак. Запись актов гражданского состояния. И есть церковный брак, когда люди уже венчаются в церкви. То, что сейчас называется гражданским браком, называется деликатно совместным жительством. Да, в совместном жительстве. Знаете, интересно, очень в польском языке вот такое совместное проживание называется «жить у кота на лапе» в вольном переводе. Ну да, жить у кота на лапе. Но я хочу сказать, что мы уже сейчас с вами уже один раз говорили о том, что сейчас у нас есть европейские ценности, которые хлынули к нам. И вот этот гражданский брак это один из элементов европейских ценностей. И я хочу, что нельзя говорить никогда однозначно это плохо или хорошо. Во всем есть плюс и во всем есть минус. Плюс в гражданском браке тот, что, во-первых, этот брак является своеобразным тестированием на совместимость двух людей. Это и бытовая совместимость, раз. Это и эмоциональная совместимость, два. И сексуальная совместимость, три. Это очень важно в браке. Вот эти три стороны. Это такая тестовая семья получается. Но смотрите, да, если затронуть еще дальше, случается ведь так, что получаются и тестовые дети, но ведь так быть не должно. Так быть не должно, и поэтому в этом и минус гражданского брака в том, что в этом браке, так называемом гражданском, не закреплены права ни одной стороны или ни второй. Законодательно они никаким образом не закреплены, потому что брак, он поэтому и называется браком, что он дает защищенность и социальную, и правовую, будем супругом. Если вернуться все-таки к семейным устоям, существует такое мнение, что счастливые браки передаются по наследству. Здесь вот мы говорили тоже о родителях, о семьях. Как думаете, это верно? Я думаю, что отчасти верно, конечно. И каждая девочка, которая выросла в счастливой семье, она, естественно, будет искать себе жениха, похожего на своего отца. Таких случаев миллион. Есть, может быть, какой-нибудь такой яркий, очевидный пример, когда... Я только вот сейчас говорила о том, что, когда я рассказывала про парню... Там она еще прямо и по возрасту, наверное, тоже видела. Она видела все полностью своего отца. Точно так же и юноши, я думаю, можно сейчас даже спросить у публики. Но они, я думаю, подсознательно ищут девушку, похожую на свою мать. Так ведь? Да, я думаю, сейчас стоит передать микрофон в зал. Меня зовут Вероника Николаевна. Очень важно, чтобы в отношениях между мужем и женой было такое понятие – дружба. Вот все остальные – это потом, даже любовь. Вот поверьте мне, если нет дружбы, а есть только страсть, любовь, это потихонечку все сходит. Со временем, конечно. Да, стирается, но когда есть дружба, и ты знаешь, что в трудный момент ты можешь опереться на это плечо, что у вас общие интересы, у вас общие ценности, и вы вместе идете, у вас одна цель в жизни – те же дети, или профессионально реализоваться. Вы помогаете друг другу. Вот тогда это крепкий союз на долгие годы. Ну что же, я думаю, человек, который действительно состоялся и в работе, и в семье, наверное, доля истины есть. Конечно, да, конечно. Хотелось бы спросить у остальных наших гостей сегодняшних. Может быть, у вас есть какие-то интересные примеры, счастливые примеры? Может быть, даже это просто идеал какой-то из фильма или книги «Семейной счастливой жизни»? У меня как бы подруга лучшая вышла замуж буквально через месяц после того, как они познакомились. Они познакомились, и он через месяц сделал ей предложение. Соответственно, она согласилась. Ее семья счастливая? Сейчас, да, у них как бы девочка растет, и они живут счастливо. Я к чему это говорю? Что когда мужчина реально хочет семью, то есть он готов как бы создать ее, то он просто делает предложение женщине, и они женятся, и живут долго и счастливо. Никакие условности, никакие недостатки не сдерживают его, думаете, да? Я так думаю, да. И я еще хотела по поводу сказать доминирование женщины и мужчины. Я считаю, что все-таки женщина, она всегда, ну, создавала очаг, рожала детей, как бы, да, и была теплом в доме. И, да, несомненно, вот участница правильно сказала, что она должна развиваться. Но я думаю, что она должна все-таки делать акцент на том, чтобы в семье были счастливые дети. Я вижу, что у нас перевес сегодня на стороне традиционной семьи. Спасибо большое. Может быть, кто-то думает иначе? Меня зовут Елизавета, мне хотелось бы встать в защиту женщины, чтобы она развивалась. Потому что давайте смотреть на жизнь реально. Женщины живут, да, любовь любовью, но рано или поздно она же может исчезнуть, как-то чувства могут к человеку пропасть просто. И что делать женщине? Что ей делать? На что ей? Растить своих детей? На что ей жить? Воспитывать ребенка, допустим, если отец не желает. Он просто отказывается от своей семьи. Вот что тогда делать? Молодые люди, что делать девушке в такой ситуации? Женщина, как центр очага, всегда очевидно. Женщина, как развивающийся человек, как бизнес-леди, как творческий человек. По желанию самой женщины никто никогда не сможет ее в этом ограничить. Нет такого, мне кажется, мужчины, любящего свою женщину, который бы сказал, нет, ты сидишь, ты делаешь. Зачем это делать? Такого никогда никто не скажет. Однако, если только у женщины есть желание, если у нее нет желания куда-то отходить в сторону и отдать себя целиком, семье внутренней, мужчина будет только рад. Я хотела бы ответить Елизавету на ее замечание о том, что женщина, если вдруг случится так, что любовь уйдет. Во-первых, семью не стоит задавать, если есть как-то, а вдруг любовь уйдет. Об этом ни в коем случае думать нельзя. И второе, то, что женщина и при наличии детей очень даже легко и даже с большим успехом может развиваться и дома, тем более с сегодняшними технологиями. То есть просив женю в интернете, может быть, не просто пролистыванием картинок, а точно так же развитием. Можно получать образование заочно, то есть запросто, только нужно научиться совмещать. И плюс ко всему сейчас женщины уже многие об этом задумываются, о том, что мы не должны как-то разделять свою жизнь, жизнь с ребенком, жизнь без ребенка. То есть очень запросто можно ребенка везде брать с собой. Очень верно. Дом, семья и ребенок – это ведь совершенно не тюрьма. Спасибо и нашей аудитории, и гостям за очень интересные и иногда не совсем одинаковые точки зрения. В заключение, по традиции, я передаю слово нашим экспертам. Светлана Александровна, попрошу вас кратко сформулировать три основных правила, по которым молодой человек должен выбирать себе спутницу жизни. Ну, я бы хотела сказать, что прежде всего первое правило. Молодые люди не должны прежде всего при первых знакомствах демонстрировать свое финансовое благополучие, потому что тем самым они привлекают к себе женщин, которые, извините меня, полюбят их кошелек, а не их самих. Вот, прежде всего, пожалуйста, познакомься с девушкой, общайтесь с ней. Поймите, что вы нравитесь ей сами, а не ваш кошелек. Это раз. Во-вторых, я хочу еще рассказать о дружбе между мужчиной и женщиной. Это обязательно. Научитесь дружить с этим человеком, независимо от того, занимаетесь ли вы с ним сексом или не занимаетесь. Да, потому что это очень важно в семейной жизни. Обязательно. Потому что, когда вы будете дружить, тогда вас не будут ревновать, не будут конфликтовать. И, конечно, избегать женщин и девушек, которые очень ревнивы и очень конфликтны, потому что жизнь превратится в ад. И, конечно, третье мое пожелание, оно светлое. Я хочу пожелать вам, чтобы прежде всего, когда вы будете выбирать себе спутницу жизни, вы обращали внимание на ее доброе лицо, и дай бог, чтобы оно было еще и красиво. Елена Михайловна, и ваше напутствие. Три главных правила. Так, первое правило. Поскольку здесь у нас обнаружилась полнейшая пестрота мнения по вопросам любви и дружбы, а это очень важно при выборе невесты, значит, первое правило я бы сформулировала так. Прежде чем делать предложение руки и сердца, молодые люди, прочитайте книгу Юрия Рюрикова «Три влечения». Это вам о многом расскажет. Второе правило. Запомните и зарубите себе на носу. Если женщина не права, попросите у нее прощения. И, наконец, третье. Очень важную роль в вашей будущей семейной жизни сыграет день рождения вашей семьи. Как вы его проведете, как это будет сделано. Спасибо. Сегодня мы снимали печать недосказанности с такого сложного вопроса, как выбор невесты. Безусловно, это едва ли не самое важное в жизни. Как вы сделаете выбор, так и проживете свою совместную жизнь. Делайте этот выбор, основываясь на чистых, искренних чувствах. Но в то же время не забывайте и о рассудке. Конечно, с милым рай и в шалаше. Вспомните, как женихов напутствовал академик Василий Сухомлинский. Брак – это не только духовный союз, но еще и материальный. Выбирай себе жену. Будьте готовы одеть, укрыть и прокормить ее. Делайте свой выбор правильно и будьте счастливы. Смотрите ток-шоу «За семью печатями», любите друг друга и будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова